Первые дни весны команды премьер-лиги заканчивают межсезонные тренировочные сборы. Наша маленькая, но гордая съемочная группа из двух человек прибыла на юг Испании в Марбелью, чтобы подготовить серию репортажей о тренировках и контрольных матчах. Где-то здесь разместился московский «Спартак», который мы и собирались навестить. Так начались наши переезды из гостиницы в отель, где жила команда, оттуда на тренировки, потом на муниципальный стадион Марбели, где проходили контрольные матчи и обратно. В Испании, кстати, оказалось очень недешевое такси. Почувствовав, что близки к разорению, мы решили взять машину на прокат. Где-то здесь, на побережье, проживал и заклятый враг красно-белых московских ЦСКА. Узнав, что это в получасе езды, мы решили навестить и армейцев в Москву и тоже. Но не тут-то было. Навигатор почему-то привел нас в центр города, где о нужном нам месте никто и не слышал, а местные жители указывали в разные стороны. После долгих поисков футбольный центр Марбели показался нам настоящим раем. Не только из-за отличных условий для тренировок, но и потому, что там был Wi-Fi, который ловился без проблем и везде, даже на поле. В отеле же, откуда мы ежедневно передавали наши материалы, сигнал Wi-Fi ловился только в лобби и в коридорах. В номерах он тоже был, по крайней мере, нам так объясняли на ресепшн. Однако для успешных поисков сигнала приходилось искать его в самых неожиданных местах. Помимо непредсказуемого интернета, в нашей гостинице еще можно было обнаружить несколько футбольных клубов. Не европейских грандов, конечно, но все же. Вообще, в это время года во многих отелях Испании можно встретить какую-нибудь футбольную командочку. У всех сборы. В частности, в нашей гостинице жил клуб Гасау из Швейцарии. Жаль все-таки, что никто из российской премьер-лиги к нам так и не подселился. Но раз гора упорно не шла к Магомеду, Магомед, а точнее съемочная группа Чемпионат Ком, приходил к горе снова и снова. Свою последнюю тренировку на заключительном сборе московский «Спартак» проводит под проливным дождем. Нормально? Еще дубль. Под проливным дождем. Раз, 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 два, три, четыре. Единственный плюс постоянных переездов с места на место – возможность посмотреть страну. Марбелия может быть и не самый популярный испанский регион, но уж точно очень колоритный. Редактор субтитров А.Семкин